Народ, всем привет! Я знаю, что вы уже видели что-то подобное, но это совершенно какой-то новый уровень. Друзья, сегодня у меня на обзоре новинка от компании HotWave. Это смартфон, который называется W11. Он буквально только в марте месяце вышел в продажу и уже, как видите, у меня лежит на столе. Я его, само собой, уже успел протестировать и теперь готов вам рассказать, что он из себя представляет. Ну а перед началом этого ролика хочу вам посоветовать свой новостной телеграм-канал, в котором в последнее время мы проводим еще интересные розыгрыши. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а сейчас, друзья, как всегда, присаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка от HotWave поставляется в такой премиальной коробочке, как будто тут должен лежать какой-то элегантный аппарат. Но на самом деле ребята просто постарались и сделали все по красоте. Значит, в комплекте у нас тут идет инструкция, которая написана на разных языках, в том числе и на русском. Быстрая зарядка с USB-C на 33 Вт, ключик-скрепка для извлечения лотка под сим-карту, USB-переходник, кабель для зарядки с Type-C на Type-C. И еще зачем-то сюда положили две салфетки, которые обычно вкладывают для наклейки защитных стекол. Там идет одна влажная, а вторая сухая. Но тут в комплекте нет ни защитного стекла, ни защитной пленочки. Поэтому непонятно, зачем этот одноразовый набор тут нужен. Ну да ладно, перейдем непосредственно к смартфону. И первое впечатление от смартфона, это офигеть какой он здоровый и тяжелый. Весит это чудо больше полкилограмма. Вы только посмотрите, насколько он больше классического смартфона. Как один мой подписчик написал в Телеграме, с таким смартфоном только на медведя ходить. И да, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там у нас выходят новости из мира технологии, полезные гайды и обзоры. А еще там есть чат с уютной дружеской атмосферой, а в наше время это редкость. Что касаемо внешних свойств телефона, то он полностью выполнен из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием. По бокам у нас имеется алюминиевый сплав, справа расположена качелька регулировки громкости, а также кнопка блокировки-разблокировки экрана. С левой стороны под заглушкой имеется слот для установки сим-карт и карты памяти. Поддерживаются две нано-сим-карты, либо одна симка плюс карта памяти. Немного ниже расположена многофункциональная кнопка, о которой мы поговорим немного позже. В нижней части смартфона есть крепление для шнурка либо карабина, а под заглушкой чуть ниже находится разъем для зарядки. Спереди нас встречает большой дисплей с диагональю 6,6 дюйма и с разрешением 1080 на 2408 пикселей и само собой 60 Гц. Дисплей в целом довольно-таки яркий, картинка хорошая, поэтому посмотреть какой-нибудь фильмец во время дороги будет в самый раз. В верхней части дисплея расположена фронтальная камера в виде капельки, она идет на 16 мегапикселей. Ну а по поводу задней части смартфона, тут вообще какой-то полный фарш. Тут стоит усиленная камера на 64 мегапикселя, плюс имеется еще одна камера на 24 мегапикселя. Она сделана специально для ночного видения, так как тут имеется инфракрасный излучатель. Еще тут у нас имеется вспышка и огромный фонарь. Но обо всем этом мы поговорим немного позже, там много всего интересного. Смартфон управляется под операционной системой Android 13, все работает быстро и стабильно. Да и в целом тут нет ничего лишнего, только стандартные приложения Google и предустановленная так называемая сумка с инструментами, в которой есть компас, шумомер, различные уровни, замеры высоты и много чего еще полезного. Но самое интересное, как по мне, так это фонарь. То есть помимо вспышки у смартфона есть еще, как его в компании называют, фонарь для кемпинга. Светит он нереально ярко и вот вам для сравнения, как светит обычная вспышка и как светит фонарь. А еще у него есть некоторые режимы, один из которых называется сигнал SOS. Но вдруг вы все-таки лесник и где-нибудь в лесу потерялись, можно будет подать вот такой вот световой сигнал. Ну и плюсом есть еще пару фич, которые производитель добавил лично от себя. Это подводная съемка. Да, смартфон у нас защищен от воды по стандарту IP68. И еще он имеет прочный корпус по стандартам Militari. Это 810G. Следующая фича это работа в перчатках. Думаю, будет особенно актуально тем, кто ходит по лесу зимой. Лишний раз не придется снимать свои перчатки. Также, если вам не нужно это все навороченное меню, или вы берете такой телефон своему дедушке, а он у вас охотник, или просто любит телефоны такого форм-фактора, то без лишних заморочек тут имеется упрощенный режим, в котором есть только нужные вам функции. При этом имеются большие иконки. Ну и помимо этого, не стоит забывать про программную кнопку. Ее можно запрограммировать на три действия. Например, нажимаете один раз кнопку, открывается одна запрограммированная вами программа. Если нажимаете два раза, то открывается другая. Если будет длительное удержание, то можете открывать третью программу или какие-нибудь настройки. Такой быстрый доступ к определенным функциям, это действительно очень удобно. Что касаемо технических параметров, то в смартфоне установлен 8-ядерный процессор Mediatek 8788. Он выполнен по 12-нанометровой технологии. Четыре ядра Cortex-A53 работают на частоте 1989 МГц. И еще четыре ядра Cortex-A73 работают также на частоте 1989 МГц. В качестве графического ядра тут работает Maligia 72 на частоте 800 МГц. Ну а если вдруг кого-то из вас интересует, то данный смартфон в Antutu набирает 247 869 баллов. Встроенной памяти тут не пожалели. Смартфон оснащен накопителем емкостью в 256 гигабайт. Плюсом сюда еще можно поставить microSD карточку до 2 терабайт. Что касаемо оперативной памяти, то тут сделали очень хитро. В смартфоне стоит по факту 6 гигабайт оперативки. Вроде как ни много ни мало, но в целом нормально. Но смартфон у нас может автоматически еще сам увеличивать оперативную память за счет встроенной. Ну и теперь мы добрались до самого интересного. Это аккумулятор. Он тут нереально большой. Именно поэтому смартфон у нас получился такой здоровый и тяжелый. В общем, емкость аккумулятора в смартфоне составляет 20 800 мАч. И да, этим смартфоном можно даже заряжать другие девайсы. Для этого можно использовать кабели по типу Type-C. Или с подключением стандартного адаптера можно еще подключать обычные USB кабели для стареньких моделей телефонов. Также данный адаптер можно еще использовать для подключения флешек, чтобы просматривать файлы или брать с собой в дорогу те же фильмы. Что касаемо беспроводных технологий, то в смартфоне есть все современные спутниковые навигационные системы. Это GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Есть также и у смартфона NFC, поэтому если что можно будет загрузить свою банковскую карточку и оплачивать покупки телефоном. Само собой есть 4G, есть также и Wi-Fi, который работает на частоте 2.4 и 5 Гц, Bluetooth версии 5.1. Ну а для тех, кто предпочитает жизнь без интернета, тут есть еще и радио. Ну а что касаемо разблокировки телефона, то сканер от чатка пальца работает очень быстро. Я только преподношу свой палец, еще не нажимаю кнопки, а телефон уже разблокирован. Теперь давайте поговорим о камере. По поводу качества съемки тут, конечно, судите сами. Лично я могу сказать, что телефон снимает вполне нормально, особенно если делать снимки днем. Единственное, есть проблема с засветами. Ну и конечно же, его нет смысла сравнивать с средним по бюджету смартфоном. Но в то же время он снимает далеко и не ужасно. Вполне себе годная картинка. То же самое я могу сказать и про видео. Просто посмотрите сами. Данный смартфон снимает видео в разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Если снимать ночью, то запись выглядит как будто ее сделали на видеорегистратор. Поэтому более-менее годное видео с него получается днем. В принципе, как и фото. Так, ну а сейчас я, друзья, вышел во двор, чтобы поснимать видео. Можете оценить качество съемки, качество звука. Насколько меня сейчас хорошо слышно. Ну, собственно, вот так вот снимает у нас HotWave W11. Стабилизация немножко такая слабенькая. Ну и, как я вам ранее сказал, есть небольшие проблемы с засветами. Так, ну а сейчас я переключился на фронтальную камеру. Можете оценить качество видеосъемки на фронталочку, качество звука. Вот, но самое удивительное, это то, что когда я начинаю тестировать на улице смартфоны, у нас всегда холодно. Поэтому я сейчас пойду быстренько выброшу мусор и бегом домой монтировать ролик. Но вот, что мне больше всего здесь понравилось, это, конечно же, ночное видение. В качестве демонстрации посмотрите, что видно на смартфоне с ночным видением и без него. В этом плане фишка очень даже достойная. Хоть это далеко и не игровой смартфон, но все же. Вдруг вы решили уйти в тайгу и хотите немного поиграть. Давайте сделаем некоторые тесты, насколько данный смартфон играбельный. Ну и заодно послушайте максимальную его громкость. Субтитры сделал DimaTorzok Под конец видео я хотел бы добавить пару слов по поводу интернета. Если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, что на данном смартфоне не открывается ни один сайт, ни в одном браузере, то есть просто висит белая страница, при этом работает Play Market, YouTube и прочие приложения, вам нужно просто зайти в настройки и в разделе о телефоне выбрать системное обновление, после чего телефон у вас перезагрузится и все будет работать нормально. Вот такой у меня сегодня был необычный смартфон на обзоре. Если что, напишите в комментариях, как он вам понравился или нет, мне будет интересно почитать. Ну а для тех, кого заинтересовал данный смартфон, то имейте в виду, с 18 по 27 марта на Алиэкспресс пройдет грандиозная распродажа. Первые 500 таких смартфонов будут раздавать с очень хорошей скидкой. Ссылочка, если что, будет в описании. Ну а у меня на сегодня это все. С вами был Как Сюда Колян. Если вам ролик понравился, то просто поставьте палец наверх и подпишитесь на мой канал. Вам не сложно, мне будет приятно. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока.